Утешитель души и стены, и жили здесь, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подать ее. Батюшка, благословите нас. Господи, слава Тебе за великие Твои милости. Аминь. Так, занятие час. Незамедлительно приступаем. Ланя, смотри, как час будет, скажешь. Матфея, 4 глава Евангелия от Матфея, 12-13 стихи. 11-11. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Толкование блаженного феврактора. Господь победил три искушения. Пресыщение, тщеславие и любостяжание. Эти мы закончили на том занятии. Это главные из страстей. Следовательно, кто победил их, тот тем удобнее и преодолеет прочие. Посему и ангелы служили ему, дабы мы знали, что и нам после победы готовы будут служить ангелы, так как Христос все сие творил и показывал для нас. Потому что ему, как Богу, ангелы служат всегда. Вот такой пример. Видите? Как раз тут чадо у нас. Вот чадо. Ваши родители показывают вам пример, откуда они стали верующими. Потому что этот пример показал им Господь. А они увидели каких-то других еще людей перед этим. Вот Игнатия Тихоновича увидели. Его соратников. Тетя Аллу я увидел первую. Будем даже так говорить. Кто-то батюшку увидел. То есть это как примеры были. А они откуда взяли? Они тоже видели людей верующих. Родителей своих. А родители откуда? Родители родителей. А все от Христа. Христос дал всем пример. Этот пример до такой степени всех встрепенул. Не просто даже до основания человека одного. А до основания родов целых. И где мы это читаем? Откуда это? Нам известно. А Господь сказал, что милую до тысячного рода. Наказываю до четвертого рода. Слышите? Ребята? Девчата, ребята. До четвертого рода. А где еще это дети? Я не понял. Вы что пропали? Вот самостоятельные какие-то дети. И потом, когда у вас будут свои дети, а они у вас все равно будут кому-то. Все равно Бог даст. Это же понятно, да? И вы должны явиться для них примером. Вы же хотите, чтобы... Вы же понимаете, что вы живете... Да, это не разговаривайте. Вы уже вообще в нагле. Я прям к вам вручаюсь. Вы разговариваете. Ну, это что такое? Ну, никуда не годится уже. И вы потом будете для них примером, для своих чад. И так... И как... Так, ну-ка, не надо вот так сидеть. А повернитесь. Вот сюда садитесь. Вот сюда, ко мне. Вот ко мне сюда садитесь, не к своим товарищам, сотоварищам. Нету у них сотоварищей. Вот сюда поворачивайтесь. А то вы сейчас там начнете перемидиваться, перешашукиваться. В первую очередь, давайте поговорим о возрастных качествах ваших. О возрастных качествах. Господь благословил детей. И говорит, не препятствуйте детям приходить ко мне. Почему так было сказано? Почему? Вот я вам задаю вопрос. Почему так сказали? Вот, глядите, сидит Христос. Ну, батюшка наш, пускай, будет как Христос. Батюшка. Он такой высокий, да, такой сухощавый, такая борода. У него такие ласковые глаза. Все. И вот, и вдруг, вот встает такой Игорь Дубунов, грубый такой, неряшливый. Ну, как, батюшка, ну, зачем вы эти, что, то это дети, глядите, сопля какая-то. Ну, и нам говорите о спасении. Видите, я уже взрослый, большой. И вдруг Христос останавливает и говорит, нет, нет, не препятствуйте детям приходить ко мне. А почему? Почему? Почему они препятствовали приходить-то детям? Почему? А? Ну, давай. Потому что детей все впереди, и они потом могут услышать. А, какие услышали. Ты уже выградила всех взрослых, да? Взрослые все их на божничку развешиваем прямо на крестах. На фонарях, то есть. Молодец ты, молодец ты, добрая девочка. Чтоб место не занимали. Чтоб место не занимали, это ближе к истине уже, это правильно, чтоб место не занимали. Потому что дети, это, кто такие дети? Это, вот сейчас я сделаю, жесты все поймут. Понятно? Да, вот кто такие дети. Да ты причем здесь непослушные? Вот, я уже жест сделал, понятно? Откройте, я сам открою. Сиди, я сам открою. Вот, дети. Дети, одно вылетело, туда улетели. А, тут игрушки в голове, как я буду играть там. Давай, ладошки, давай. Это у тебя не скорей, колечко выйдет, а крылечко. Все, что дети, кто такие? А Христос больше я в них видел. Почему? А теперь мы понимаем, почему. Потому что от самых, от самых материнских сосов, с самого первых дней возрастали святые. И мы о них знаем. Такие, как Серафим Саровский, такие, как Сергий Радонежский. И другие, другие, многие святые. Прямо вот. А лагерь как называется? В честь кого? В честь кого? кого анкирского что такое анкирская тебя как тут назвать если фруся лесная такие ларки анкиры город такое селение анкиры там города то раньше были там по 10 тысяч уже город считался анкира чем он прославился то помните детей собирал а чонок собрал к кормил да а его самому сколько было лет то когда он где есть 14 то есть он сам то кто был еще ребенок тебе сколько подросток сколько-то детей собрала в хрустях но эти хоть и разогнала да скажи слава богу хоть и малышнях вот рядом со мной но она старшая молодец на хороший привет показывает она всегда такая серьезная некоторые даже считают эту серьезность за презрение какое-то но ничего ничего она научится еще она научится она потому что она с детьми будет работать она преподавателем даст бог будет музыкальным это там надо будет уметь работать и она у нее будет другое лицо у него правильное лицо все никто не скажет что она признает мы не разогнали то есть вот он что делал детей собирала почему потому что сам тяжелое было детство у него и господь ему дал это такое благословение самого и родителям главный его дал они тоже были верующие но рано все умели он остался один да и вот так ну там у тетки хорошие собирал он их всех этих детей кормил то есть любил детей то вот чем дело то есть это же все через 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 господа и господь все это знал поэтому он говорит да не препятствуйте детям приходить ко мне то есть как бы так христос говорит вы думаете что раз они дети то они вот меньше вас знают что что они играются там такие бестолковые там больше рисуют там и ничего не слышат да конечно нет они и слышат тоже и где это мы увидим когда когда они остаются одни сами с собой и тогда мы видим что они никуда не идут на разбой нигде по дискотекам не шляются а знаете сколько в этом он целые передачи есть беременная родила в 16 вот так вот 16 это их есть дать кажется больше отпустите в 12 будет передача родила а у нас вот они вот и на наших глазах видно что они занимаются тем что нужно для нас и они одновременно с нами тут на занятиях слушает поэтому господь говорит вот мы не препятствуем вы наоборот только за мы еще тащим и за руки за ноги да и еще кольцо в ноздрю вдеваем некоторым идите сюда и дети к слову божьему пожалуйста потому что христос вас не отвергает а мы должны тем более детей привечать ну а чем привечать так ну и покормить конечно обогреть обобрали готовы обогрели как реклама такая была 90-х начале когда везде говорит вас раздевают но это показано а это обувной как-то называется бегемот назывался такой фирмы да бегемот мы вас обуваем и так это радостно все это какие-то американцы были потому что могучий русский язык что при одеть что при обуть это одно и то же то есть обмануть да так что смотрите будьте внимательны каждому слову русский языком богатый а христов полезный и так матвея 4 глава 12 13 стихе услышав же иисус что иоанн отдан под стражу удалился галилею и оставив на завет пришел и поселился в капернауме приморском пределах завулоновых и нефалимовых толкование иисус удаляется научая нас через это чтобы не вергали себя в опасности удаляется в галилею то есть пока ту и наклонную страну потому что язычники уклонились в грех поселяется в капернауме который означает перевод дом утешения и ибо господь сошел чтобы язычников соделать домом утешителя утешитель из большой буквы то есть домом утешителя укажите утешитель утешители утешители утешитель утешитель а утешитель по русски если перевести по На пацанково-славянский там много чего. От слова утешения, не от слова тиши. Да, не от слова утешиться. Но утешиться это развеселиться называется. Хотя и сюда можно его вести. Или допустим как? Припеваючи. Припеваючи. Игнатий Иванович что-то размещался. Ну как так припеваючи? Нужно уже твердо тогда гимн воспеть, хвалу там. А то припеваючи. Такой стоит кто-то. Припевает. Конечно же нет. Это перевод просто такой. Наш язык. Ну немножко потерялся. Возьмите украинский язык. Там тоже только начни и ужас. Охватит вас. Там парасолька одна только эта. Зонтик. Ну и попробуй угадай ты это слово. Парасолька, зонтик. Цибук. Цибуль. Ну я могу так сказать, что украинский язык это не русский язык. Бульба, картошка. Ну там есть похожие слова. Но если они начнут быстро говорить очень о нем, не дотрывайте потом. Что там такое они хотят. Поэтому они этим сильно тоже гордятся, что у них есть. Да и пускай. У каждого народа свой язык. Русские, украинцы просто очень близки. Еще неизвестно, кто дальше оторвался от Красного Солнышка Владимира. Хотя он был киевский. Они-то себя считают киевляне. Это как бы пуп всей вообще земли российской. А не Москва. Ну почему тогда в языках такое? Вот запорожцы они далековато жили. Чуть ли не у турок. Ну ладно, историю забываем. У нас вот другая история. И утешение. Завул он, значит ночной. А не фалим широта. Потому что язычники жили в ночи и широко. Ибо ходили не тесным путем, но широким, ведущим к погибели. Как сказано в Матфея, 7 глава, 13-14 стихи. Помните про путь широкий, который ведет в погибель? Широкая говорит пространен путь, который ведет в погибель. И узкий и тесный путь, который ведет... Да иди, 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 мне нужно не говорить. Который ведет в царство небесное. Узкий путь, тернистый. Почему так получается? Почему узкий тернистый путь? Да, путь тернистый, узкий, ведущий в жизнь вечную. Когда счастье полным струей будет бить. Как из рога изобилия. И вдруг тернистый и узкий. Потому что написано же, ибо усилием в царство небесное. Усилием в царство небесное. Потому что человечество через дьявола приобрело себе широкую дорогу. А куда приобрело? В царство небесное. А почему? Когда дерево познания добра и зла посреди райа было воздвигнуто господом. И Ева нашла его наконец-то. Одна когда была. И там сатана был. И сатана поставил вопрос. Такой там перед ней. Говорит, вот Бог вас обманывает, оказывается. Он говорит, что ну вы люди и все. А вы же можете быть как он. Только надо съесть этот плод. А что значит как он? То есть так. Ну как Господь. Господь же их сотворил. Они как бы ему должны быть благодарны быть. Да, они живут в том, что он сделал. Как бы исполняют его указания. А уже тогда гордость среди людей закалывалась. Особенно к Еве. Меньше к Адаму. Ну тоже видать была уже. И они думали про этот плод. И вот так она и думала, что как же вот такой же стать госпожой-то, как и сам Господь. А вот как. Все просто, сказал сатана. Съешь просто и все. Съешь. А теперь у нас все наоборот. А теперь уже стало наоборот. Да до такой степени наоборот. Что мы даже простой пост не знаем, какой он правильный. А ведь пост это не есть, не пить. А у нас что за пост? Все. Каши любые. Картошки сколько хочешь. Всякие солености. Фрукты вкуснейшие. Орехи. Еще и рыбу сюда же. Привложили уже к посту. Что там говорить? Что это пост что ли? Да, забывай. Вот такой человек мелькенький. Мелкенький. А все охота Богом быть. А когда, говорит, все вспоминается так, что, как сказано, телеграмма присылается. Вот стоим мы пред гробом сестры нашей. Вот она телеграмма. Для каждого, кто видит ее. Вот телеграмма от Господа. Ты следующий, может быть. Следующий. Готовься. Встреча с отрисовым. Готовься. А мы молодые. Мы еще вот такие совсем маленькие. У нас там много энергии. Клетки там у нас. Гены такие полненькие. Все хорошо у нас. Ничего подобного. Ничего подобного. Каждый может туда лечь. И поэтому готовность должна быть с самого младенчества. Поэтому Христос говорит, не запрещайте. И теперь мы детей крестим. Только сейчас вот Мирун и Алфей. Сложного тревога. Алфей может быть. Как Алфим все. Алфим это Алфей. Алфей, да. Мирон и Алфей. Уже все, крестить надо скоро. Ребят, почему не препятствуете детям приходить ко мне? Правильно же? Все, батюшка уже готовится. Сейчас. Не съездил познакомиться. Помолится за них. И все. Да, только я не знаю, где они будут у кого креститься. Там же надо, чтобы полностью ребятеночка погружали. А они как самолетиком теперь. Самолетиком. Его так держат под пузико. И ладошечкой сверху брызнули. А Чан здоровый такой, главное. Этого ребенка легко туда можно притопить. Не бояться. А вдруг притонет. Они так и говорят, молодые священники, там лет по 20. А мы не знаем, как его туда толкать в воду. А если захлебнется, и что? Нет, конечно. А кто их учит? Ну, батюшка наш курс. Ну, батюшка может курсы открыть? Ну, кто его будет слушать? Молодец. Это то же самое, кто будет слушать наши толкования. Вот то, что мы тут рассуждаем. Нас выгонят с позором. Скажем, так, подождите. Вот вы сейчас начинаете тут что-то вот разговор разговаривать. А вы где учились-то? Да я это, там три коридора и там еще это. Курилка. Ну, вот видно вас. Иди отсюда. А я гляди. Видал сколько орденов церковных? С отверстием? И с палицей. Так что, да, надо свое место знать. Всем. То, что умеет. Ну, вот. Адам с Евой не распознали. А так хорошо-то они там были в раю. Ой, как к месту. И животным какие имена-то хорошие дали. Только возьмешь, возьмешь, только увидишь кота. И только скажешь, что кошка, кошка. И так сразу на сердце приятно, кошка, да? Или маленькие собачки бегают, и у некоторых уже слезы на глазах. И так и маленький какой бегает. Да. Вот как у Господа все. Даже просто зрением. И то уже все понятно. Великий художник и творец. Утешитель наш. Можно сказать, по поводу названия что-то. Адам-то называл животных. Я вот так задумалась, сколько языков на земле. И кот по-разному ведь называется. И тигр по-разному. Любое животное. Слон, элефант, например, да? То есть как назвал таки Адам? Слон или элефант? Ну а как будет по-еврейски слон? Не знаю. Считается, что он еврейский язык был. Вот этот. Адам знал еврейский язык. Ну он был единственный. То есть вообще. То есть у евреев остался тот язык. У евера. У евера же не пошел единственное. На строительство. У европейская башня. А там русские, хакасы, там тут чучмеки. Там немцы. Они все пошли на строительство. Башни. И их всех вот Господь заколдовал. Другими языками. А евреям, как бы, еверу. Почему евреи-то пошли? Почему именно евреи? Евреи. Еврейский язык, говорится. Потому что евер. Вот про отец был, когда жил при строительстве Вавилонской башни. И он единственный, кто не пошел на строительство ее. Это по преданию. Там не написано. Но по преданию этот язык остался. То есть все говорили на этом именно языке. Понятно? Ну а так как он не пошел, то и не согрешил. И зачем его было рассеивать? У него он и остался. Ну и все равно он уже никто его не понимал. Потому что они тот язык забыли. Так Господь сделал. Тракт в предах. И 2980 с чем-то наличие. Вот так вот. Да. Ну раз Господь сделал эти наличия, то по всей видимости и Господь дал понять, что это слон, а это и он же элефант другому народу. Понимаете? Как-то так. Звучание такое? Ну не знаю уже. Это уже сложный вопрос для меня. Там уже были свои адамы, которые давали им название. Тонкость. Да. Ну может быть слон звучит, не знаю, как на немецком. Скажешь там слон, а они подумают элефант. Не знаю. А на английском. А на английском как слон. Ну допустим на украинском кит это кот. Кот. А кот тогда как по их нему? Кит. И кит, и кот кит. Все киты, да? Да. Ну что ж, вот. Видно несовершенство, что они где-то далеко от моря были жили. Ну у нас же тоже есть такие слова, одинаковые по написанию, но разные по значению. Коса и коса. Которая коса, беличья коса. Такие коса на реке коса. Вот еще на реке коса. Замок, стрелки. Так что, тоже такие слова есть в нашем наречии. Так, ну все это надо тоже знать, кстати, про наречие и так далее. Про звучание. Потому что, когда будете разговаривать с сектантами, это очень часто будет нужно. Знание русского языка. Хотя бы простого, элементарного. Когда они говорят, где двое или трое собраны, собраны. Там и я посреди них. А они собраны не воспринимают. Где двое или трое собрались, а как собраны? Собраны это кем-то собраны. Где двое или трое собраны. Слово собраны. Как собраны? Где-то там человек, там живет, там. И теперь, когда говорится, соберитесь, это значит, каждый человек берет и собирается. Ну то есть. А когда собери, то кто-то берет и собирает. И поэтому, когда собраны и собрались, это разные вещи. Собрались они, шли-шли, пересеклись как-то там где-то. Ну, услышал кто-то из цепи. А когда собраны, то кто-то собрал. Собрал кто? Христос. Через кого? Через последствия священства. Вот как собраны были. А что нужно для этого? Благовествовать. Нужно Евангелие, чтобы люди познавали и шли туда, где они встретятся с этим священником. Со своим батюшкой, как говорится, духовником. Почему Игнат Тихонович четко действовал именно по этой установке? Он всегда собирал вокруг православной церкви. Невзирая на то, плохие там священники, хорошие. Он все равно посылал к православной церкви. А теперь уже дальше сами люди должны выбрать. Они должны читать, ну, читать Слово Божие. Там же священник, он им должен показать. Слово Божие все перед нами. Вот в храм Господень можно войти вот через Слово Божие. Повезло людям, вошли через Слово Божие. Не повезло, как многим. Все, пришли через бабушек, дедушек, иконы, свечки и хорошего, доброго батюшку. Вот такие дела. Поэтому всегда нужно посылать в православную церковь. Ну, начинают там с вами беседы какие-то. Ну, в православную церковь посылайте, и все. Никогда не надо говорить, что вот у нас там хорошо, а у вас там хуже. Вот рядом храм, пожалуйста, вы сюда ходите в храм, хожу. Продолжайте ходить. Только Слово Божие любите, начните заниматься. Все, филакта болгарского знаете, нет. А есть толкование его. Какие-то места не знаете. А ведь были люди, когда мы по домам ходили особенно, и мы им показывали, с собой часто все носили, показывали. И люди, многие удивлялись, говорили, как так? Эти слова, которые, там написано Библия, там что, еще можно их, там еще что-то написано. И некоторые брались за это. И приходили на занятия к нам часто. Все равно. Ну, потом, правда, мало кто оставался. 14-16 стихи. Я пройдусь. Да сбудется леченое через пророка Исаию, который говорит. Земля Жалмулонова и земля Нефалимова. На пути Приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящего от него, увидел свет великий. И сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. Толкование называется путем моря, потому что лежит на пути к морю. Свет великий. Это Евангелие. Евангелие. Евангелие – это благая весть. То есть спасение миру. От слов именно Христа. Сына Божия. И закон был свят, но малый. Теперь тень смертная. Это есть грех. Так как она есть подобие и образ смерти. Небо, как смерть, объемлет тело. Так грех душу. Свет воссиял нам. Ибо мы не искали его, но он сам воссиял для нас и просветил нас, сидящих во тьме. Когда-то грех нападает на всех людей. На всех. Ни одного человека еще не было, чтобы на него грех не напал. И вот чем побеждается грех? Христос нам показывает, как он побеждается. Силой Божьей Слово. Силой Божьей Слово. Как он сказал Господь, первый раз отразив? Ибо написано. Не хлебом единым. Как дальше будет жив человек, а? Всяким словом, исходящим из уст Божьих. Не забывайте этого. Иисус Божьих. А Иисус Божьих вот так обозначили. Как сахар, но моченый сейчас. Итак, теперь на слова благовестия Игнатий Тихонович Лапкин говорит комментарий нам. Послушаем. Весь смысл всей истории, которая была между доисторической вечностью и послеисторической вечностью, заключается в слове благовестия. Да успокойтесь вы или нет? В раю произошло крушение. Нарушена гармония. Пала вершина творения через происки врага. Через ложь вошло убийство. Ибо дьявол есть лжец и человекоубийца. Как читаем Иван Галитая на 8 глава 44 стих. Никогда об этом не забываем. Когда говорим о Господе, о вечности, всегда знайте препятствия нам строит козни сатана. И все человечество в лице первой четыре Адама и Евы погрузилось во тьму, в тень смертную. Дьявол есть владыка смерти, имеющий ее силу. Послание к евреям, 2 глава 14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Христос, так же воспринял Он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И там в Мексике у них самое важное торжество, это день смерти они празднуют. Самое важное, важнее всяких причастий, воскресенье, Пасха, ничего нету. День смерти. И вот они ходят, черепушки на себя натягивают эти резиновые, разрисовывают лица, делают страшные морды, кровь у них везде ходят. И всякие у них, в Мексике, и всякие у них такие поделки вкусные, кровь, черепа. Там кости, все. И они все это едят. Очень вкусные, показывают, берите на прилавках вот это вкусные черепушки, вот эти, такие разукрашенные, там черепа, про настоящие маленькие. Представляете, и мы христиане должны предкам своим приносить дань, чтобы они нам не снились, чтобы они не приходили к нам по ночам. И поэтому дань мы каждый год им присылаем в виде сигареты, кофе. Христиане. Они себя называют прямо, они говорят, мы как христиане должны чтить предков. Великолепно сказано. И дальше вот такую лабуду. Где там ночевали проповедники в Мексике, скажите? Когда последний раз? Если они эту смерть празднуют. Как ее смерть-то праздновать-то можно? Ну, можно поминать смерть, да, это нужная вещь. Но не забывайте, что смерть, она принадлежит сатане. Ну, как она, Божья, конечно. Но сатана ее захотел. Это эпицентр злобы сатанинской. Можно ненавидеть там тайны и так далее. А последнее что? Убийство. Поэтому Господь сразу положил предел не убить. Все. И многие даже путаются. А как не убить? Как? Это значит, животных тоже нельзя не убивать? А тогда что вы едите? Курик, курей там, там, на-та-та-та-та. Начала я там лебезить. Хоть лебезить. Не убить человека никак, никаким образом. И отсюда все, нету армии у нас. Армия рухнула. Нету милиции, полиции. Рухнула. Почему? Потому что это везде, где власть, там убийство. Вот так вот. Ой, может быть кто-то из вас найдет до Мексики. Не забудьте им рассказать там о Христе. Я-то вряд ли уже попаду. Слушаем дальше. Итак. Бог открыл людям. И открылся как Создатель. И здесь Ждитель. И, наконец, открывается как Отец Милосердия и Искупитель. Создатель, Ждитель, Искупитель. Все это с большой буквы. Это имена Бога Отца. Мы узнаем из Библии, что у Бога есть определенные свойства. Неизменные, вечные. Бог постоянен всегда и во веки. И во всем. Он не может поступить против своих свойств, присущих Ему. Таких как любовь и справедливость. Божья справедливость требует наказания за грех. Бог никогда никому не простил и не может простить грех просто так. Без наказания. Иначе Он будет Бог изменяемый, противоречащий своим свойствам. Послание к Риму, 6 глава, 23 стих. Кто процитирует? Ибо возмездие за грех смерть. Аминь. Даже не буду повторять. Совершенно верно. Так говорят наши дети, не знают слова Божьего. Ни один грех, ни одно преступление, ни одно нарушение заповедей Божьих никуда бесследно не исчезает. Евреям, 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Каждый грех должен быть оплачен смертью. Человечество, начиная с Адама, стало врагом Богу. Примирение происходит через Сына Божия. Непорочного Агнца, взявшего добровольно на себя все преступления, все отступления, все нарушения всего мира от Адама и до последнего живущего при Антихристе. Интересно, будет же кто-то последний, который на небо вознется. Так вот даже будет еще. Ну ладно, ему никаких почестей не будет. Адаму-то воздаем мы, вспоминаем его по полное число. В основном негативно вспоминается. Хотя потом, конечно, чтобы нам полегче самим было, мы вспоминаем, что он покаялся и потом Господь его вывел. Но достается Адаму, особенно и Еве. Ой-ой-ой. Поэтому, сестры, с младых ногтей помните, что вы предки Евы. Вернее, потомки Евы. Вашим предком была Ева, девчата. Не забудьте, сестры. Да, вы, сестры наши старшие, должны быть примером для молодежи. Ну и хорошая, я думаю, пример нормальный у нас. Нормальный пример. Иногда, конечно, бывает у нас тут... Где Лена у нас в политике? Что-то ее нету. В садике, в огородике. Понятно. Бывает у ней иногда, конечно, она как... Потом покаяться все-таки, ладно, слава Богу. Ну, остальные сестры, что сказать, стараются, сколько можно. Ну и братья тоже надо отдать должное. Братья тоже должны быть христианами, правильно? По полной программе. Уже с него это пошло. Там не склоки какие-то разносить, а надо как-то подходить уже. Через Слово Божье. Ну и властвовать тоже, говорит, не позволяю. Потому что сильно ты тоже... Кого властвовать, когда сам из себя в грехах? Ну, свои места есть у мужчины и у женщины. И женщина всегда должна слушать мужчину. Ну, конечно, мы все это говорим о верующих, давайте, с этой точки зрения. А то сейчас начнется мужчина, там мужчина один через другого, алкоголики, табакуру и блудники. Все, других слов нету. А все остальное еще к ним приложится, как говорится. А верующие, если... Ну, а на них сколько ответственности на верующих? Ой, 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 надо столько работать. А головой-то думать, как надо. Ой, Тарас. У тебя голову, по-моему, маленькая еще. Он не большая. Больше нужно отрастить, Тарас. Хорошая. Расти больше голову. А руки-то какие должны быть сильные. Ой, ой, ой. Придется тебе на борьбу ходить. Сделаем. Сделаем. А эти чеченцы, все на борьбе. Ингуши-чеченцы, дагестанцы, все борются. Ну, я понимаю, почему. Понятно. Понятно. Но это еще не говорит о том, что раз ты будешь ходить на борьбу, там сила у тебя будет и так далее. Ты еще там по количеству будешь. О чем дело. Настройки будут хорошо работать. И позвоночник не согласен с умом. Да. Ну, что увидим дальше, что будет. Сейчас невозможно ничего поделить. Так. Читаем еще. Иоганг говорит Ана, 1 глава, 2 стих. На другой день видит Ана, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Картина впечатляющая, Иванова. Впечатляющая вообще. Такая огромнейшая. И главное, люди куда-то там поворачиваются. Куда он показывает, что смотрят. Ну, увидели. И никто, кроме двоих, не впечатлился. Двое только. Помните кто? Ну, как кто прям сходу скажет. Двое кто пошли за Христом? Подошли к нему. Андреян. Кто? Андреян. Петр. Петр. Петр или Андрей все-таки? Андрей первозванный. Кто Андрей? Да. И Иоанна. А Петр не первозванный? По-моему, Андрей и Петр. А потом уже он позвал братьев Зеведеевых. И Иоанна, Иакова. Иоанн, Иоанн. Иоанн, Иоанн. Вот так вот. Дальше читаем. Исайя 53.5. Но Он изъязан был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. и ранами его мы исцелились это все подтверждение местописания к тому что перед этим Датихонович говорит об искуплении человечества потому что ну возьмите за грех смерти никто спорить не будет а раз каждому человеку наказание а грехи все сделали а наказание это преступление пред Богом а Бог за преступление карает смертью то ну вот и никого и нету все пустая земля даже никого считать не надо 0,0 а как тогда дальше быть дальше Игнатий Игнатий отсюда выводит так как никто не может искупить никакого человека то кто может искупить только сам Бог как Бог он всегда делает то что заповедовал а он заповедовал наказание за каждый грех ну как теперь это можно и вдруг Господь как он любовью своей как раздваивается оказывается аж расстраивается расстраивается слово расстроиться это как и Сын Божий появляется ну Сатана никак не мог такого подвоха конечно он сам-то не умеет расстроиться никак расстроится тем более и он поэтому и спрашивает так ты Сын Божий он даже если спросил Сын Божий и дальше бы как-то Господь так что-то бы сделал и он бы сказал да ты Сын Божий а дальше то что ну Сын Божий а как он Сын Божий ну Сын Божий были Сын Божий и вообще назывались люди пророки сынами Божиим назывались то есть ну он бы дальше не дотянул это надо было ему садиться так ну Господь ну садись Сатана я тебе сейчас буду объяснять да ничего не получилось ничего невозможно было и где мы это видим когда когда при рождении Христа в яслях видим что мы видим торжественный хор ангелов все они поют слава вышних вышних Богу на земле отныне мир человек как мир от Бога так спаситель возвестил откуда чем он мир то был как мир с Богом мог же быть в человеке как мир в самих человеках как да потому что Христос пришел и своим благовестием Евангелием он это показал я беру и вот агнец Божий который берет на себя грех мира вот этот маленький ну человек простой простой да и непростой Бога человек с большой буквы Иисус Христос и он теперь нас спасает он он больше никто понимаете никто из людей не может нас спасти только Бог но без церкви невозможно быть его его членом стать невозможно христовым членом потому что причастие причащение это значит прибавление к Господу как прибавление прибавление что такое ну вот было мало человека ему говорят нужно набрать вес он берет курицу хоп у него вес больше стал а если свинью очень большой вес стал понятно да то есть должно что-то прибавиться прибавиться а как прибавиться а Христос берет всех людей всех и делает их своими членами тела своего ну это невозможно ну представить то можно как человек растет поэтому понятно надо что-то с себя взять и для этого есть прям присуществление даров то есть Господь через вкушение мы вкушаем Господа и становимся но но не Господь в нас входит а мы в Господа входит понятно не Господь в нас входит а мы должны войти в Господа для этого что нужно расположение чего чего губы правильно да чтобы не капнуло нет неправильно нет не губы хотя батюшка всегда говорит рот прикройте рот прикройте всегда правильно потому что можно как а что должно расположение чего сердце ну конечно любовь сердечная должна быть всеми силами, всеми крепостью всею душою нашей вот как нужно возлюбить Господа Бога что там у нас по времени остается 42 минуты еще 42? сейчас 42 минуты смотрите, больше не перееду да нет, нет, больше не в коем случае мы прям это и еще 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих кто прочтет? читайте вот читай, попрощайся гробче 7 стих вот кровь Иисуса Христа а как все происходит? вот через что происходит? через кровь своими страданиями Господь как бы ну не как бы Он одержал победу над дьяволом и теперь смерть она не имеет этой силы которая была пред в Ветхом Завете и вот мы читаем дальше комментарий Христос занял место грешника на кресте каждая душа поверившая в это усваивает жертву искупителя лично для себя присваивает ее в этом личном присвоении заключена безмерная благодарность искупленной души и как бы душа взывает Господу Он умер за меня Он занял мое место на кресте вместо меня Он пошел в ад Он мой искупитель Он меня выкупил из плена из смерти Он ждет меня Я его раб слуга Он весь сладость и любовь вот всем сердцем вот такие чувства Иване у нас должны постоянно мы должны как говорится разбуди посреди ночи тебя и скажи кого больше любишь папу или маму сразу нужно говорить Христа Христа люблю больше Христа потому что если тебя последи ночи разбудит мохнатая когтистая лапа за горло тебя схватит мама не поможет хоть папу призови хоть Геракла никто не поможет а когда скажешь меч Господа и гидиона он сразу раз тебя отпрямит почему потому что ты вспомнил слова Божьи не забывай и ну как-то не солидно уже ты взрослый мамочку-то кричать Господи помилуй кричи тогда уже это вообще никто ничего не поймет но это будет весомо а так мама мама скажет маменькин сыночек все это такое рассказывает которые были на войне прошли молодежь призывает пополнение ну и сразу бросает и там на передовую как начинается там бомбежка артар стрел и высказывает все почти все говорят мама кричат мам старые солдаты которые уже были там где-то прикрылись пока идет бомбежка там в воронке пройдет два раза в одну воронку в снаряд не попадает но если и попадет то там не крикнешь уже а? если и попадет то не крикнешь уже ну да надо как-то пережить это да а молодежь начинает выскакивать ну а там что столб и это все и все шофер один рассказывал вот говорит мы утром привезли говорит пополнение колонна в грузовике кошмар на другую день говорит других привозим из всех мало-мало кто остался один здесь какой-то алтайский в газете было их бросили посмотрите их было 640 человек ну и окапываются окопались сколько могли окопались и пошли танки на них и танки не стреляли а просто ходили патрончеем а у них говорит дали винтовку одного пехпатрона где на двоих где на одного а танки танки патрончеем ходили из 640 осталось 18 человек закопали короче мы говорит выпали с товарищем поглубже над нами танк кружился но не задел они сохранили 18 человек осталось от 640 а вы не видели последние панфиловцы 28 панфиловцев фильм последний нет ну там реалистично как бы снимают отец рассказывал их призвали когда их призвали в июле уже здесь в Барнауле недели две их наверное там учения прошли немножко планировали стрелять поезд где-то по Смоленскому высадили давали одну винтовку на двоих на двоих вот это тебе а мне его убьют ты возьмешь ну и все ночью мы ночью шли по лесу все шли только утром вышли из леса как самолеты налетели как стая грошей все перемешали очнулся уже где-то в колхозной Риге склады колхозные такие были по целому жара ни лекарств нет никто ничего нет раненых там через день уже черви стали заводиться друг у друга червей выковыриваем потом где-то уже на 4-5 день стали нас развозить под Москву в полотняный завод станция увезли там уже что-то обрабатывать раны делать у него рука оторвала кисть а потом опять дальше 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 потом еще отхватили потому что они оказали вовремя оттуда потом в Ташкент из Ташкента в Красноярских перебрасывали вот так было а на нем все-то и не видели в лесу не видали еще дорогой еще эшелон бомбили дорогой и все которые были кричать все мама почему это необъяснимо потому что первая которая учится человеку говорить мама и последняя мама и как Тараси было правильно если бы ты Господи помилуй Господи спаси круто было но видишь ничего не сделаешь тут уже инстинкт уже сказали пересвет тоже мама закричала а мама чем может помочь да ну ничем а молиться мама сразу почему он и кричит мама сам молиться слабенько может мама а мама уже молится говорит что не привыкает не страшно а один не падает всегда страшно просто к этому страху уже как-то привыкаешь так не реагируешь что там это боязливо адаптируешься к этой жизни короче а всегда страшно начиная минометный стрел бомбеж всегда страшно а как в рукопашную да неправда когда говорят что не страшно не верь кто на войне не был тот и Бога не знает многие на войне узнавали считаешь как-нибудь отец Арсений смотри сколько людей которые потом как они там обратились и бы из таких передряг люди выходили да спасибо поэтому когда такое бывает что вот экстремальное такое положение ты молился нет не молился почему даже такое мама наша я в пятницу и собираюсь ехать в город она болела уже езжала я к ней подошел мам ну прости помолись она мне все сынок отмолилась я говорю мам как а вот так начну отчу читать и как ударит боль и я забываю дальше где и что а она канон святителя Николая на память знала она все эти двое очков наденет и вот эти книжки переложит свои там эти староогреческие такие читает не могу молиться ни одной молитвы до конца не могу засчитать вот так когда так попробуй а то я там может перед смертью успеешь покаяться человек ехал на мотоцикле ударился там от бетонной мозги вылетели он кричал может успел покаяться кому если ладно он еще человек был верующий ходил может быть успел еще там Господи помилуй помысл а если верующий он не знает кому каяться и как он может успел поэтому его надо отпеть а смерть какая мгновенная я работал в Киргизии когда там жили ну и у нас экскаваторщик в Говорусе был работали в горах мы там ремонтировали летние выпаса скотину выгоняли он поздно вечером ехал домой приехал домой и трактор в которую не погнал дальше поставил возле дома трактор но он как этот у него сзади ковшик вот так направлен к трактору подвернутый как-то петушок называют ну и он поставил все утром просыпается вот она милиция его арестовывают у него в ковшике находят голова человека в мотоциклетном шлеме голова отрезанная лежит у него в ковшике когда ставят мотоцикл не доезжая из деревни немножко тут отнесся как на встречу или как под это и ему ковшиком залез под это ему голову отрезали и он больше трактористом не стал только его посадили нет ну что он такой тракториста он и не заметил даже что-то тряхнуло тряхнуло ну что может кочка тряхнула и все такое случай так ну давайте дочитываем тогда и еще батюшки вопросы зададите и все немножко осталось и все это я узнаю из Евангелия из этой радостной вести единственное которую можно назвать с большой буквы благой она от благого Бога от благого Бога Сына от благого Бога Отца и от благого Бога Духа Святаго и тут благую радостную весть нужно нести всем как самое ценное сокровище об этом мы должны греметь нашими сердцами и языками громче чем колоколами если бы благая весть звучала в храмах сегодня как при апостолах какие слезы сожаления и раскаяния вызвало бы это в пастве что так долго они находились в тени смерти из-за отсутствия живой вдохновенной проповеди об Иисусе сладчайшем Аминь Вот так На следующий раз значит готовьтесь Матфея 4 глава 17 стиха Вопросы Сестры Воскресенье священие плодов были приносители яблоком виноград персики и т.д. и т.д. яблоком синий варь 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 кабачки варь 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 виноград нельзя овощи там варь У нас принято, что яблоки на преображение есть, не слушайте. А об этом нет, только виноград. Правило есть о винограде. Если когда преображение вы съели уже свежие плоды винограда, то после преображения 40 дней нельзя есть. Так что виноград в рот не дайте. Старого урожая можно, а нового нельзя. А какое там многое имение, старый, новый? А нового? Распознать можно. Старый, новый? Новый, наверное. Да там всегда новый. Конечно, там всегда новый. Старый изюм. Изюм, знаешь, можно. Но он сейчас очень дорогой виноград, поэтому сильно не надо его есть. Да любой, хоть краски тут белые, они под 200 рублей. 90. Да, нет. Не знаю. Не знаю. Так, ну вот, слушайте это. Не забудьте стул убрать сразу. Стул на проходе, это категорически запрещено. Категорически. Потому что, если что, вон последние пожары. Какие? В этих комплексах. Один закрыл дверь где-то там. Ушел там. Пошел пообедать. Приходит, все уже сгорело. Детей сколько там, 43, 80 взрослых. Ну, короче, нормально. Сходил, пообедал. Не закрывайте нигде двери. То есть входы везде должны оставаться открыть. Поэтому, особенно, особенно, особенно это тем, кто уже плохо ходит. Не закупоривайте. Вторая у нас, вот где алтарь. Здесь дверь была, вот она. Ну, она не здесь, а вот здесь. Но она уже была закупорена. Не мы ее закупоривали. Ну, да, по идее, должно быть. Конечно, здание такое большое. Да, да, да. По идее. Вот мы, когда пилилили, то там полностью везде бревна у нас. Вот такие толстые бревна. Хорошие бревна. Хорошие. Здоровские. Вы что-то доделывайте на коса. Сейчас Николай возьмет. Николай Польгуев сказал возьмется. Николай Валентинович Польгуев сказал возьмется. Сегодня уже 7 тысяч. Да, ему денег сейчас дотел. Мы уже дали уже. Ты же перечислил. Я перечислил. Как закрывать все, чтобы было... Батюшка, скажите, как вы съездили. Закрывать будем закупоривать. Да, да. Канни, как съездили к Мирону? Да. Ну а что, там она вышла, вниз спустилась. Куда-то не запускает. Мирона не видели? Нет, конечно. Ну, на фотографии видели. Нет, она спустилась. Ничего, говорит, он ездит хорошо и ездит хорошо и опорожняется. А чем не лежат? Все говорит, хорошо. А что лежат? А когда не родились-то? У него там что-то с дыханием признали. И что-то там в голове что-то, что-то нашли. Говорю, они все время находят. И все время у меня ни у кого не нашли. Как-то кислородное, как бы, недавно. Как вот у Стефана было, у Ирины. Ну, да. Как было что-то? Ну, да, что перережала, передержала. Ну, правильно, 40 дней все-таки. Ой, 40 лет. 42. А при чем здесь все? Нет, дело не в годах. Переходила. Переходила. Ну, и говорили в них годах, а в месяцах. Скоро для недели. Когда было летание? Да. А когда не плечу? Вчера я спросил, это август. Какой месяц? Август, это самый такой месяц. Сколько было разных там происшествий в месяц. Там землетрясения в августе. В августе, было в 93-м году, там у нас, когда там, Белый дом, в августе. Первая мировая началась в августе у нас. Да, первая мировая в августе началась война. Там еще, еще, еще много. Да можно назвать, что и вторая тоже, 1-го сентября. Тоже атомную бомбу сбросили Америку, на Японию, в августе. Где-то примерно 250 тысяч людей сразу. Просто 6-го и 8-го, 9-го. Ага, жена, которая просто испарились. Был человек, и только облачка, пшик, и нету. Ничего нету в человеке, конечно. Только как бы тень на стене остается, и ничего нету. Атомы впечатались. Кто близко, были там, вот это где-то. Никто нету. То есть мгновенно сгорает все. В одном мгновении, пшик, и нету. Интересно. А на страстном суде все равно Господь восстановит. Ну, конечно. Как-то удивительно. Где-то это хранится в информации. Батюшка, ну что, мы вас покидаем? Ой, давайте скажем. Достойно есть и благословите нас. Достойно есть и благословите нас. Слава тебе, Христе Божий наш. Слава тебе за все милости. Нам Господи еще добрый. Слава тебе, Отцу, Сыну и Святому, Духу, и Мене, и Христина, и Веки веков. Аминь. С Богом.